Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Очень много новых подписчиков, новых имен. Я благодарю вас, что вы комментируете, что вы пишете. Я все читаю, мне это нравится. Где-то в чем-то знакомлюсь, но как-то в последнее время я не успеваю за новыми именами. И в контексте чего? В контексте того, чтобы запомнить вас и чтобы у меня сформировалось какое-то общее впечатление. Потому что в принципе те люди, которые постоянно пишут, у меня есть некий такой образ в голове, исходя из комментариев, исходя из описания их жизни. У меня есть какой-то такой образ, который складывается. Поскольку очень много новых имен, мне сложно как-то прояснить картинку. Поэтому нахожусь немножко в таком смятении касательно комментариев. Что мы с вами будем делать сегодня? Мы будем писать расклад на тему. Что мои предки ждут от меня? Расклад предложила Елена. Она просила его сделать в контексте рода. Те, кто со мной давно знает, что у меня есть свое понимание рода, и я стараюсь не использовать это слово. Те, кто новичок, еще не знаком со мной и с моими какими-то предрассудками, взглядами, мироощущениями, с моим чумачечным миром, скажу, что я буду делать сегодня расклад в контексте эгрегора семейного. То есть мы рождаемся в определенной семье, которая состоит из мужчины и женщины, из двух фамилий, которые создают в принципе две ветки, которые создают в принципе свой эгрегор. То есть каждый раз, когда создается новая семья, образовывается новая семья, образовывается и семейный эгрегор. Вот в контексте именно семейного эгрегора я и буду рассматривать сегодняшний расклад. Потому что для меня так понятнее. То есть слово род мне не совсем понятно, потому что у меня идет ассоциация с генетикой. А вот понятие именно эгрегор, то есть то, что вращается вокруг одной общей идеи и подпитывается энергиями членов данного эгрегора, это мне понятнее. Но опять же таки, вы можете поменять слово предки, либо слово эгрегор, народ, кому как удобно. Суть, наверное, особо не будет меняться, хотя есть разница, но предположим, что не будет меняться. И нам важно посмотреть, что этот семейный эгрегор, у каждого он свой, что он ожидает от вас, что он желает. То есть по сути, я так предполагаю, что он дает некую такую защиту членам, хочется сказать, своего общества эгрегора. Но взамен он требует какую-то энергию. Эта энергия должна в чем-то выражаться. Либо если эгрегор не получает эту энергию, то, в принципе, при взаимодействии он вам и не дает поддержку, защиту, какая договоренность есть, что он должен вам дать. То есть этого процесса не происходит. Но при этом вы не перестаете быть членом этого эгрегора. Ну, думаю, понятно, если понятно. Если не понятно, то не столь важно, мы посмотрим это в раскладе. Итак, позиции видите, убираем. Позиция номер один. Думаю, что сегодня все запишется. Вроде бы все есть, и микрофон есть, и все есть. Посмотрим, в последнее время что-то меня преследует. Вот какой-то такой фильтр, который не дает говорить информацию. Так, и заранее Елену благодарю за идею. Первая позиция, значит, что ваши предки ждут от вас. Что они ожидают от вас. Пятерка кубков. Ничего, уже ничего. Ничего. Почему я говорю ничего, да? Пятерка кубков нас указывает на некое такое разочарование. Вы их разочаровали. Разочаровали чем? Своим характером, я бы сказала. Знаете, каким-то таким взбалмошным, детским, капризным. Как будто вы тот человек, который не подается влиянию, либо, как это правильно сказать. Ну, с одной стороны, вы как-то не вписываетесь в структуру этого эгрегора. А с другой стороны, вы как-то чрезмерно эмоциональные и неуправляемые. То есть, с одной стороны, эмоциональными людьми проще управлять, манипулировать. Но, с другой стороны, вот у вас есть какая-то такая детскость, обидчивость и несогласие. Вот какое-то непринятие мне идет здесь в тех правил, устоев, которые есть в семейном вашем эгрегоре. И хочется сказать, я извиняюсь за ворожение, такая, знаете, подшивая овца. Хочется от нее быстрее избавиться. Почему? Потому что оно вот как будто бы с ней не совладать. Больше энергии потратишь на то, чтобы как-то ее переучить, исправить, изменить, чем вот как-то от нее отказаться. Королева Пентакли вообще говорит о том, что, в принципе, на вас возлагали какие-то надежды, может быть, касательно как-то вот продолжения рода, что ли. Продолжение, я имею в виду, наследственности, то есть, возможно, рождение детей. Вот что-то такое достаточно традиционное. Размножение, как-то передача своего генетического материала по следующему поколению. То есть, вот как будто вас видели, что вот вы будете как все, понимаете? То есть, дом, быт, хозяйство, что будет, возможно, семья такая, что вы будете вот заботливая, мама, внимательная, вот дающая, любящая. А здесь вот такое ощущение, что, а здесь родился, не знаю, в кавычках мальчик. Почему мальчик? Ну вот, потому что здесь такое вот чувство у меня идет, что какой-то вот бунтарь, понимаете? Вот, то есть, человек не с какими-то девичьими мечтами. Да, вот я вырасту, там, встречу принца на белом коне, вот, и вот у меня будет красивая одежда. В принципе, то, что любят маленькие девочки в большинстве своем, да, вот как-то вот наряжаться, прихорашиваться, ходить в маминых туфлях, пользоваться маминой косметикой, одеждой. Вот, ну, это вот то, что любят девочки, да, играть в куклы. А здесь такое ощущение, что здесь родился какой-то такой ребенок, которому вот это вот все чуждо. У него там, я не знаю, может быть, если эта девочка такая, знаете, как мультика показывает, с косичками такая, озлобленная, с веснушками такая, озлобленная немножко, да, которая, наоборот, куклам там ломает руки, ноги, заглядывает, что у нее там внутри есть, да, либо там, если это одежда, то на кукле она ее как-то вот по-своему разрисует. Ну, такое ощущение, что вот какое-то вот варварство, что ли, происходит. То есть, как будто бы ребенок не, у него есть свое какое-то видение мира. И вот это не очень-то им и нравится. Ну, вот здесь вот я посмотрю по королеве пендакли, так забавно. Что еще ждали от вас по королеве пендакли? Да, ну, вот видите, пендакливость, какую-то такую стабильность, чтобы вы особо не выпячивали, чтобы у вас не было своего как будто бы такого характера, чтобы вы были в той традиции, в которой вас воспитали, чтобы вам передавали знания. Ну, здесь такое, знаете, очень, с одной стороны, правильный порядок вещей, а с другой стороны, вот он какой-то упрощенный вариант. То есть, здесь как будто бы было ожидание от того, что вы будете придерживаться традициям, будете уважать взрослых, будете там, я не знаю, как любить детей, соблюдать все праздники, соблюдать все обряды, которые необходимы. А вы вот вдруг стали какой-то такой неординарной личностью и сказали, все, приниму постриг, пойду в монастырь. Либо, например, я буду творческой какой-то личностью, и при этом медийной, и меня будут все восхвалять, меня будут все обожать, я буду на виду, и как следствие, вообще не нужна мне никакая семья, и не готова я там рожать 5-10 детей. То есть, вот здесь человек, у которого есть свое понимание, той жизни, какой он хочет прожить. Вот знаете, как в роликах иногда показывают в интернете, например, там курица воспитывает своих цыплят, и где-то у него под крылом какой-нибудь маленький котенок. И как бы котенок не хотел, не перенимал повадки цыплят, он все равно, блин, котенок, у него есть своя какая-то натура, своя какая-то природа. Вот здесь примерно то же самое. Какая-то такая овца здесь записалась, затесалась среди стада каких-то там других животных, более спокойных, более укращенных. А вот здесь вот какая-то такая дикая натура, необузданная, она присутствует. А в чем здесь еще разочарование? Вот давайте посмотрим. То есть что от вас хотели, я рассказала. В чем здесь разочарование? Да вы как будто бы и не развиваетесь. То есть вам ничего не интересно, вы ничего не хотите. Именно в контексте данного эгрегора, то есть вы как будто бы не хотите взаимодействовать с этим эгрегором. Вам как будто бы, знаете, немножечко наплевать. Типа, ну я это посмотрела, это не мое. То есть четверка кукла, она говорит, вот прям даже вот здесь вот на картиночке очень хорошо изображен молодой человек, который сидит и читает книжки. Какие там дети, какая забота, какая закрутка на зиму или еще что-то такое. Вот мне можно книжки почитать? Да, вот для меня это интересно. А то, что вы вот тут вот мне предлагаете, мне это вот как-то вот, ну, не нужно, не нужно. В чем тут еще разочарование тройка педакли? В том, что вы как будто бы выстраиваете что-то свое. То есть даже если у вас есть семья и дети, у вас есть какие-то свои принципы, у вас есть какие-то свои понятия. У меня ощущение о некой такой фривольности, да. То есть вот вы, возможно, и создаете что-то свое. То есть, допустим, если это ваша семья, в ней есть что-то такое не совсем традиционное, не совсем общепринятое. Допустим, например, если есть матриархат или патриархат, а у вас, наверное, какие-нибудь там договоренные отношения. То есть какой-то свой формат, что-то у вас здесь свое есть, свой. Ну, например, да, принято, там, не знаю, мужчины, женщины ночью спят в одной кровати. Ну, они в браке, да, то есть одна спальня, одна кровать вместе. А вот у вас как будто бы нет, да, что каждый спит там на своей, как говорится, кровати, на своей территории. И велика вероятность, что может быть даже и в разных помещениях, да, к примеру, вот что-то здесь такое, вот что-то свое. И здесь не то, чтобы нету общности, да, в паре, а просто есть свои какие-то взгляды. Еще что их вас разочаровывает. Ага, два аркана. Ну, вот что вы идете как-то по зову своей души. То есть вы... Опять же, я не могу сказать, что вот вас нельзя укоротить, да. Если бы была задача у Грегора это сделать, он бы сделал это. Но просто здесь это будет слишком энергозатратно. И велика вероятность, что вы не приносите той ценности, вот в контексте Грегора, о котором здесь идет речь. У вас как будто бы есть свой какой-то намеченный путь в развитии души. Возможно, здесь есть какая-нибудь даже и договоренность о том, что вот этого человека, да, оставляем в покое, он идет по своему пути. Мы с ним как-то вот, ну, не взаимодействуем. Мы ему не мешаем, он нам не мешает. У нас вот какая-нибудь такая договоренность, она присутствует. Если еще что-то, что здесь нужно мне вам сказать... Да нет, в принципе. Вот Пятерка Жезлов говорит о том, что... Пятерка Жезлов и дьявол, да. Да, что... Ну, с вами лучше как будто бы, знаете, дела не иметь. Дела не иметь. Но мне просто интересно, почему. Ну, вы сами по своей натуре какие-то такие конфликтные. А почему не иметь с вами дела, да? Вы несете в себе какую-то такую, знаете, разрушительную энергию. То есть... Вот такое, знаете, ощущение здесь, что если вас и Грегор не трогает, то вы как будто бы не влияете на других ее членов. Допустим, вот если вас никак не переучивать, никак на вас не влиять, не подчинять, да, то вы в принципе не приносите вреда, там, я не знаю, своим там братьям, сестрам, двоюродным, там, дядей, тетей и так далее. Ну, то есть на вас не обращают внимания, да, говорят, какой-то странненький. И все, и на этом все заглохло. А вот если бы на вас как-то влияли-давлели, то вы бы своим буддарским характером смогли повлиять и на других членов семьи. Вы бы начали говорить, что вот откройте глаза, посмотрите, обратите на это внимание. Ну, то есть вы бы привнесли какое-то такое, вы знаете, разрушение в слаженную систему, которая присутствует, потому что вы достаточно харизматичный, очень сильный человек, как физически, так и по своей воле, по своей натуре. Вот, и вот эта вот ваша разрушительная энергия, она бы имела очень такие опасные последствия. Поэтому, знаете, как это выражение, лучше не связывайся, да, вот видишь, какого человека, да, и ты понимаешь, что вот он немножечко агрессивный, да, либо своевольный, ну, человек там, например, замкнутый, и ты понимаешь, ну, что я к нему буду там лезть, да, еще лишний раз по голове плачу. Поэтому в силах самосохранения и самозащиты для себя лучше не связываться с таким человеком. Вот здесь вот примерно что-то такое есть. Но мы здесь затронули развитие вашей души, а у меня такое чувство, что вы сами, вы вне этого эгрегора развиваетесь. А куда вы развиваетесь? Вы можете, кстати, создать свой эгрегор. Да, вы двигаетесь вперед, у вас есть, вот. Ну, вот здесь такой интересный момент, да, здесь выпадает аркан силы. Кстати, здесь еще и дьявол был. Я могу сказать, что вы действительно можете создать свой какой-то эгрегор. Если вам действительно интересны темы, связанные с магией, да, либо вот понимание мироустройства, что-то такое, что-то может быть связано с мистикой, то вы бы могли создать свой эгрегор. Почему? Потому что у вас очень большой энергетический потенциал. И на этот потенциал вы можете влиять, во-первых, на других людей, и тем самым люди как будто бы становятся зависимыми от вас, да. Но здесь зависимость в контексте чего? То есть вы можете пропагандировать какие-то свои мысли, какие-то свои идеи, и они будут откликаться другим людям, и они будут верить то, во что верите вы. И тем самым фиксируя вас, своей энергией, которую они вам посылают, для чего? Для того, чтобы вот подпитывать. То есть вы будете им, ну, как некий такой учитель, знаете, вот вы что-то рассказываете, другие люди верят. И вот эта вот их вера, она подпитывает вашу силу. И тем самым, когда много людей верят то, во что вы говорите, вы создаете тем самым эгрегор. То есть вы даете людям какую-то информацию, да, влияние на них. Опять же таки, под словом влияние, это не всегда какое-то вот насильственное, да. Это так или иначе мы все взаимодействуем между собой, и кто-то на кого-то оказывает большее влияние. Вот здесь вот получается так, что вы могли бы создать свой какой-то эгрегор. А вот он еще один дьявол и выпал, да, два дьявола. Да, да, на самом деле, вообще, если честно говоря, здесь как будто бы у меня идет по энергетике люди такие с хорошим внутренним стержнем. И то ли у вас есть какое-то свое понимание, все, что связано с семьей. Вот здесь какие-то свои взгляды. То ли здесь может быть, например, создание какой-то нетрадиционной семьи. Либо здесь может быть какое-то свое видение. Либо то, как в паре люди могут взаимодействовать. То есть здесь создание такой системы, в которой вам будет проще самовыражаться. Вы как будто бы эту систему подстраиваете под себя. То есть не вы входите в систему, а вы подстраиваете ее под себя. А так, в принципе, это вот если, допустим, у вас есть какие-то отношения, брак или все такое. То есть даже в браке вы все равно, не то чтобы вы главенствующие. Я не могу сказать, что вы здесь лидер. Наоборот, я могу сказать, что в отношениях вы как-то вот более пассивны. Вы такая принимающая сторона не потому, что вы не хотите выражать, либо как-то создавать что-то, творить свою точку зрения. Просто вы не хотите вливать в это очень много энергии, потому что у вас есть какие-то свои интересы, свои хобби, свое хобби. И вы туда вливаете энергию. И поэтому все, что связано вот именно с семейными какими-то ценностями, вы там больше находитесь в пассивности для сохранения энергоресурса своего. А если вот вы находитесь одни, то здесь такая категория людей, которым вот хорошо и одним. Почему? Потому что у них есть свои какие-то интересы. И жизнь наполненная. Здесь нет людей, которые ощущают себя именно одинокими. То есть здесь вполне могут создаваться такие отношения, что вот если я чувствую одиночество, я могу найти для себя человека. Пускай это будет, не знаю, например, для физической близости, либо для душевной близости, то есть с кем-то посидеть, поговорить по душам. То есть здесь человек такой достаточно с целостным пониманием и восприятием себя, когда ему хорошо и одному. И это не в контексте безысходности, что я никого не могу найти. А наоборот, вот ваша жизнь, она настолько наполнена, настолько она вам интересна, что вы согласны идти своим путем. Здесь у вас как будто бы, знаете, вот как бывает путь мага. И почему путь мага, он предполагает одиночество? Потому что, с одной стороны, семья, а это всегда уязвимое место, да, то, на которое могут давить, то, на которое могут манипулировать, да, тем самым магом. Это с одной стороны. А с другой стороны, путь в одиночку, он всегда проще, чем с кем-то. И вот вам здесь как будто бы проще идти по жизни одному. Ну, это более комфортнее, но, опять же, я не говорю, что вы здесь отшельник. Да, то есть здесь человек, который, ну, может периодически, там, я не знаю, вступать в какие-то отношения, могут быть у этого человека близкие люди, друзья, знакомые, какие-то интересы. То есть здесь человек не отстраняется от людей. Просто его путь, он как будто бы не совсем парный, понимаете? У него здесь какие-то есть другие задачи его души, вот здесь ощущаются. Именно вот в контексте, я не знаю, как-то самопознания, может быть, философии, восприятия жизни. То есть здесь какие-то свои взгляды, свои мысли на этот счет. Вот как-то так. Поэтому, ой, что ждут от вас предки? Я почему-то не вижу, что здесь от вас бы, чтобы что-то ожидали, имея, ну, двух дьяволов. Вот в вашем анамнезе, да, здесь в раскладе. Я не думаю, что что бы ожидали. Здесь как будто бы смирились уже, смирились. Так, позиция номер два. Красненький камешек, двоечки. Смотрим вас, да, что ваши, Эгрегор, ваши предки ждут от вас. Ну, вот на вас как раз-таки, в отличие от первой позиции, возлагаются много надежд, много каких-то мечет, фантазий. Здесь есть эта связь, здесь есть периодическая подпитка энергетическая. Вы это чувствуете. Энергия, энергия, знаете, как будто бы какой-то вот такой вот звездный, звездный ребенок, который находится все время под защитой. Причем здесь, я бы сказала, что здесь защита не в контексте вашего семейного Эгрегора, а скорее всего здесь какой-то другой Эгрегор идет. Если мы говорим о семейности, то это может быть семья, ваша душевная какая-то духовная семья, не биологическая. То есть здесь вот как будто бы, не знаю, какая-то звездная семья, духовная семья, вот как-то так. Либо это может быть какая-то вот семья, не знаю, ну, другой цивилизации, инопланетного какого-то происхождения. То есть здесь вот что-то такое. И там есть, да, здесь я могу сказать, что есть связь, здесь на вас, ну, вот вас как-то оберегают, охраняют. Ведут ли вас, я не могу сказать здесь. Но то, что есть какой-то вот контакт, такое ощущение, что вы не забыты, да, то есть о вас помнят, за вами наблюдают, даже не наблюдают, а присматривают, я бы так сказала. Потому что наблюдают, это вот какое-то вот постоянное такое, постоянное око. А здесь периодически, как будто бы вот к вам возвращаются, проверяют, все ли хорошо, нет, там где-то, если что-то, нужно как-то подправить, добавить каких-то ресурсов, что-то выровнять, делают, а потом вот опять, ну, этот поток связи, он становится меньше. То есть здесь не, как сказать, не однообразный, ну, то есть поток связи, который, канал, который есть, он не постоянный, он не прерывается, здесь нету прерыва. Просто знаете, как, вот как кровь наша идет, так волнообразно, да, где-то уже, где-то больше напор, где-то меньше, вот что-то здесь такое происходит. И что от вас ждет эта семья? Ну, на данном этапе, как вы видите сами, да, то есть уход, уход от переживаний, от тройки мечей, от каких-то огорчений, чтобы вы, здесь ощущение того, чтобы вы пережили какую-то бурю, эмоциональную, и чтобы вы ушли от нее. Скорее всего, она уже осталась позади, это не то, что вы сейчас проживаете, это вот, это то, что осталось позади, но это вот как будто бы недавно это было. Опять-таки, недавно это, в контексте земного времени, это достаточно относительно, да, то есть недавно это может быть и год, и два, а недавно это может быть и вчера, и позавчера, да, то есть вот здесь я не могу сказать по времени, но это вот по ощущениям вы это чувствуете, что вот это было недавно. Потому что ощущение у каждого оно свое, И вы понимаете, что это как будто бы не да, но то, что вы пережили. И здесь такое чувство, чтобы вы как будто бы от этой эмоциональной бури ушли. Чтобы вы пошли куда-то в новое. Но при этом оставляя вот эти свои какие-то прежние взгляды, убеждения. То есть отказывается. Здесь вам нужно отказаться. Вот от чего вам, прежде чем вы пойдете дальше, от чего вам нужно здесь отказаться? Ну вот еще одна тройка мечей. Видите, то есть возможно от какой-то черты своего характера, когда вы сами себе причиняете боль. Когда вот вы, не знаю, сочувствуете, сопереживаете, слишком включаетесь в проживание жизни других людей. Чувствительные, ранимые. Вот от этого как будто бы нужно отказаться. То есть нужно отказаться от всего, что вам причиняет боль. У каждого это может быть свое. У кого-то это могут быть какие-то действия, которые совершают у вас адреса. У кого-то это могут быть просто мысли, которые вы прокручиваете в своей голове, как воспоминания, и они причиняют вам боль. Здесь может быть по-разному, но в любом случае, видите, шестерка мечей у нас находится между двух троек мечей. Здесь нужно отказаться от этого. А к чему нужно прийти? Здесь такое ощущение, что вот пришло время, вы как будто бы находитесь как-то на переломном таком этапе, когда вот детство, оно как-то закончилось. И сейчас пришло время, вот вам как будто бы дали поиграться, сделать то, что вы хотели, повеселиться. А сейчас наступает какой-то более зрелый этап, когда вы действительно должны будете трудиться на славу, либо во имя вот этого вашего эгрегора. То есть вот вам дали такой период, как некая адаптация, что ли, подготовки, то есть вот, ну, чтобы вы прожили вот это вот детство, вас не хотели его лишать. Но теперь настал момент, когда нужно будет уже трудиться, нужно будет что-то совершать, какое-то конкретное дело, либо какие-то конкретные действия. Вот во имя того эгрегора, которого мы здесь рассматриваем. Что за импульс вам здесь дается? Вот я сказала про работу восьмеркой петапли. Здесь импульс дается на становление себя через проявление умения своего мастерства. То есть здесь какие-то действия именно в контексте профессии здесь идет. Профессии, либо хобби. То есть какие-то действия здесь нужно будет совершать, которые помогут вам ощутить себя по девятке педаклей целостной и хорошо стоящей, знаете, как звезда, которая не просто мерцает и блекнет, а которая светит, которая хорошо стоит на своих собственных ногах. То есть вот здесь задача, чтобы вы стали как-то более проявленными, стали более уверенными, и чтобы вот ваш внутренний свет, он не играл, то есть вот горю и потухаю, горю и потухаю. Нет, а вот чтобы он постоянно, чтобы у вас не было вот то, как у вас есть сейчас, да, связь вот с этим эгрегором звездным, как я сказала, да, то больше, то меньше, то больше. Нет, чтобы такого не было, чтобы был вот свет, да, именно как луч, постоянный, стабильный. И вот эта вот стабильность, она должна выражаться именно в профессиональной вашей деятельности. Вот чем бы они хотели, чтобы вы здесь занимались? Здесь не столь принципиально род деятельности, сколько принципиально результат, который вы получаете, да, то есть здесь важно ваше эмоциональное состояние, праздника, веселья, отдыха, позитива. Возможно, какая-то деятельность, которая наполняла бы вас, и одновременно вы бы за это получали те деньги, которые вы действительно достойны получать. Но чтобы их получать, вы должны стать девяткой пендаклей, то есть вы должны ощутить эту ценность внутри себя, чего вы достойны, действительно, на самом деле. То есть не просто ожидать, да, хочу найти такую работу, которая будет мне давать деньги и от которой мне будет хорошо. Это то, что, в принципе, ждут от вас. А вот сам поиск вы должны сделать самостоятельно. Это вы должны найти такую деятельность, которая вот вам будет и хорошо, и она будет и для вас как, с одной стороны, как вознаграждение, да, то есть вам будут давать деньги для того, чтобы вы радовались и были в позитиве. А с другой стороны, чтобы вы... А куда вы эти деньги-то должны вложить? Здесь вы куда-то эти деньги должны вложить. Здесь вы эти деньги должны будете потом постоянно вкладывать в себя, в свое собственное развитие и идти постоянно в новое. То есть здесь нельзя зависать, здесь нельзя останавливаться, нельзя тормозить. Вы должны... Здесь задача увеличить ваш энергетический потенциал. Этот энергетический потенциал, он увеличивается у вас через состояние. На позитивное состояние приходят деньги. И эти деньги вы не должны копить ни в коем случае. Вы должны их вкладывать в себя, не в недвижимость, не во что-то, именно в себя, через свой какой-то рост, развитие. Вот то, что вас наполняет, то, что вас радует. И этот вклад в себя, он должен быть во что-то новое. То есть вы постоянно должны куда-то двигаться, в чем-то, ну, должны как-то развиваться. Здесь ни в коем случае деньги не должны стоять. Они должны все время двигаться вместе с вами. Потому что если у вас будет застой, финансы, они перекрываются. То есть если вы не движетесь, то и деньги будут статичными. Да, я могу сказать здесь, предположить, что у кого-то, у какого-то процента здесь есть ожидание о том, что вы создадите какую-то счастливую семью. Но в большей степени здесь вопрос развития. Опять же таки, да, то, что я сказала, для кого-то, возможно, король пендакли, это и является семьей, а для кого-то стабильная жизнь, наполненная, не знаю, вот комфортом, уютом, когда вам хорошо, когда вам безопасно. Здесь важны именно состояния. И почему-то здесь какая-то фиксация должна быть. То есть вот вас надо как-то, знаете, заземлить, стабилизировать. Но при этом вот эта вот стабилизация, она нужна не для того, чтобы была остановка в развитии. А здесь как будто бы дерево... Вот, знаете, есть в пустыне это, по-моему, называется перекати поля, как кактус. Вот он крутится, 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 и он нигде не останавливается, он нигде не дает корни. Вот вы сейчас на данном этапе как-то так. А здесь как будто бы есть ощущение того, что вы должны дать корни, что это дерево, оно должно прорасти. Но при этом, когда мы говорим, что оно стабилизируется, дает корни, в любом случае оно должно расти ввысь. Оно должно давать дополнительные ветки, листья. То есть оно должно, с одной стороны, укрепляться, а с другой стороны, оно должно и в ширину давать свое развитие, и вверх. А пока вы идете, как вот это вот перекати поля, как кустарник, это колючки, которые вот просто катятся, и как-то не находят себе места где-то. А вот когда вы найдете, это вот как раз в контексте профессии, деятельности, хобби, вы заякоритесь, и начнете это свисти, то есть вы будете заниматься тем, что вы любите, в том числе и создание семьи, как я уже говорила. И вы будете ощущать вот этот вот комфорт, безопасность. Здесь важно состояние. Вот ваша семья, она хочет, чтобы у вас было вот это вот состояние счастья. То есть чтобы вы, по сути, на земле пришли вот к этому состоянию счастья. Но счастье не просто такое праздное, когда вот я просто есть, и это хорошо. А именно от того, что вы что-то создаете, что вы что-то творите, что вы что-то делаете. Проще говоря, от вашей работы. Вот здесь так у меня вышло. Это была вторая позиция. Переходим к позиции номер три. Зеленому камешку. Троечки, что ждут от вас ваши предки, вашей Грегор? Кстати, я вытащила эту колоду, и я на прошлых позициях не выкладывала. Вот вам я вытащу. Почему-то, если на нее глаз попал, что ждут от вас ваши предки? Какого-то такого, знаете, процветления. Лампочка в голове загорелась. Я что-то понял. Я что-то осознал. То есть вот вам здесь что-то шепчет, как будто бы передают какую-то информацию, говорят, 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 а вы не слушаете, либо не слышите. И вот в какой-то момент у них есть ожидание, что вот наконец-таки он понял, да, либо она наконец-таки сообразила, наконец-таки дошло. Что здесь дошло? Здесь должно дойти то, чтобы... Причем смотрите, да, как хорошо. Вот здесь вот этот свет в голове, вот здесь вот свет в голове. А то, от чего вы закрываетесь, видите, вот от чего-то вы здесь закрываетесь, вам что-то здесь говорят, а вы как будто бы это не принимаете. С другой стороны, будьте внимательны, какого змея-искусителя вы слушаете, да, то есть такая дуальность. С одной стороны, они как будто бы ждут, что вы что-то примете, то от чего вы закрываетесь, от чего вы скрываетесь, то, что вы не хотите. Причем не хотите осознанно, вот как-то в голове вашей, да, то есть логически вы приходите, говорите, вот мне это как будто бы не надо, вот то, что мне здесь предлагают, то, что хотят от меня. Хотят — это внутреннее состояние. Вы четко понимаете, да, вот что от вас ожидает, как будто бы мир, я не знаю, ожидает ваш эгрегор. Вы это знаете четко, здесь не нужно вам говорить, вы сами это знаете, но вы от этого отгораживаетесь. А с другой стороны, здесь нужно научиться отличать «врагов», в кавычках, да, от друзей. Почему? Потому что вот здесь могут быть такие моменты, когда вам что-то нашептывают, да, и возможно, поэтому вы и боитесь, то есть вы понимаете, что это вот как будто вы не доброжелатели, и мне надо этого остерегаться. А с другой стороны, вот как будто бы за этим страхом вы и не можете понять, где действительно тот внутренний голос, который вам говорит, да, то есть вот как понять, то, что я слышу, это от моего недруга, либо наоборот от моего друга. Вот здесь вот этот вот момент, кстати, он тоже приходит, поэтому здесь есть. Но когда ты уже это поймешь, да, когда ты уже научишься это видеть, вот опять-таки на вас выпадает, да, вот этот аркан сердца, который, по-моему, в недавнем раскладе он вам выпадал. Когда ты уже наконец-таки придешь к принятию и пониманию себя, да, когда ты придешь уже к единству, а к какому единству вы здесь должны прийти, что тут от вас ждут, вот к какому единству? К принятию вашего дара. Вот смотрите, да, здесь цветок изображен в голове, и он как раз-таки находится на правой половине головы, да, то есть это та половина, которая у нас соответствует за бессознательное, наше бессознательное. Здесь как будто бы, и вот мы видим эти лучи, да, как солнце. То есть то, что есть в этом бессознательном, что наконец-таки вы это примете, да, то, что здесь нам и показано, то здесь единство, не двух сил противоположных, да, то есть активный и пассивный, а единение, когда вы наконец-таки сольетесь со своим даром, наконец-таки вы его примете, да, и здесь как цветок расцветет. Здесь какое-то слияние должно быть. Что здесь вообще за дар такой-то? Ну, дар перерождения. Ну, вот видите, здесь опять-таки рука такая, да, которая тянется. То есть вы должны здесь переродиться в человека, который принимает, да, здесь левая рука принимающая, принимает. Человек, который просит, а что вы здесь, ну, вот этот вот дар. Должны сами, сами попросить. Посмотрите, красивый, да, карта, прям, вот оно опять сердце. И вот смотрите, здесь как интересно показывают карты. Здесь, да, мы видим только шею, голову, да, и сердце, которое, в принципе, происходит при слиянии тел физического, да. А здесь мы видим девочку, которая, ну, во-первых, здесь идет форма сердца, да, и вот эта вот часть, этот клюв, то есть здесь птица очень напоминает муж мой, лебедя, да. Какой дар вы должны принять? Здесь должно быть дар, связанный как-то вот именно в доверии. Не насильственно, да, что вот вам дают, вы это должны сделать, а здесь как-то вот в полном доверии. Надо здесь чему-то довериться. И довериться нужно здесь с любовью. Не знаю, может быть здесь любви надо довериться. И, по-моему, я уже говорила неоднократно, да, о силе любви именно вот в вашем варианте. То есть, возможно, вы какую-то любовь здесь не принимаете. Не конкретного человека, а вообще. Вот вы все время смотрите в сторону бессознательного. Какую любовь вы здесь не можете принять? Вот эта вот любовь для вас является даром. Ну вот, вытаскиваю карту. Смотрите, какая колода толстая. Из нее выходят все карты, указывающие. Посмотрите, он здесь в руке тоже любовь держит. Видите, сердце? Только в данном случае здесь идет понимание этого сердца головой. А вам нужно, не знаю, как-то душой это принять. Не головой, а душой. И поэтому у вас не получается вот здесь у соединения, не получается принятие. То есть вы, то, что вам дается, может быть, вы это и ощущаете. Но вы как-то вот головой все это объясняете. А здесь надо по-другому. Здесь надо через ощущения. Здесь не головой нужно принять. Здесь каким-то внутренним состоянием нужно принять. Вот. Прям говорит о том, что вот он, словно говоря, цветок, третий глаз и спираль за заворачивается. Как вихрь создается здесь. Именно открывает. Тогда вы получаете вот эту вот мощь, силу, которую вы хотите. Но при этом здесь глаза закрыты. Это должно быть в спокойном состоянии. То есть вы сможете принять именно не в раздумьях и анализе, а именно вот в таком спокойном состоянии, когда ум спокоен. И когда вы сможете услышать вот он, вот этот вот цветок, видите, вот в этой голове, тогда вы сможете это принять. То есть здесь как будто бы какое-то типа медитативного состояния, расслабленного, видоизмененного состояния. Если вы в него войдете, вы сначала поймете, что это за дар. А потом вам надо в полном доверии его принять. Если у вас нету доверия, вам сложно это будет принять. А доверия у вас нету, потому что вы хотите понять головой, что вам здесь нужно принять. Может быть, я как-то сейчас сложно говорю, но по-другому я объяснить не могу. Давайте посмотрим и на Таро, что от вас здесь ждет ваш Грегор, ваши предки. Ну вот, видите, Верховная Жрица тайна. Тайна. И с другой стороны, Верховная Жрица у нас все время указывает на баланс, на внутреннее такое состояние гармонии. Плюс ко всему, это аркан экстрасенсорных способностей, в том числе ясновидения, яснознания. Верховная Жрица напрямую берет свою информацию от первоисточника, от Творца. Она единственная, которая держит путь именно туда. То есть, вот это такое состояние, когда нужно пройти за завесу, за то, что скрыто, за то, что здесь как будто бы надо себя преодолеть. Почему? Потому что вы эту завесу, может быть, видите, и что-то от нее ожидаете, но вот этот удар, то, что вам хотят дать, он находится за завесой. То есть, вам не нужно просто дойти до этой завесы вашего бессознательного, чтобы что-то получить, а вам нужно шагнуть вот в эту неизвестность, сделать шаг, причем туда, куда вы не совсем понимаете, вы не можете знать, что вас ожидает за этой завесой, но вам нужно туда шагнуть, потому что там есть то, что вы, вот что вам нужно. То есть, ответы, какие-то знания, какая-то информация есть за пределами завесы. Но изначально вы не можете знать, что это такое. То есть, вас куда-то здесь зовут, вас куда-то, здесь вы интуитивно понимаете, но вам не дают знания, да, вам не раскрывают все карты. Что от вас еще хотят? То есть, вам хотят как будто бы ты приди, а потом я тебе расскажу. И вот это вот вас и пугает. Вот я вытащила двойку пендакли, вот это вот вас здесь, вот по этой карте, да, помните, змей, вас пугает. То есть, вы вроде бы понимаете, это у вас есть вот это знание, информация, но вы пугаете то, что я сказала. Я не могу понять, ты мой друг, ты либо мой враг. Да, то есть, я туда, куда ты меня предлагаешь, для меня это будет хорошо, либо это плохо, я хочу гарантии. То есть, мы хотим это все подумать, обдумать головой, но вы головой не получите ответ. Здесь вам просто так не даются. Видимо, там есть что-то такое, что, не знаю, что если бы вам, например, либо здесь идет как проверка, да, то есть, если это действительно тебе надо, ты рискнешь, а вот вопрос доверия, о котором мы говорили, а с другой стороны, велика вероятность, что если вот вам скажут, то обдумывая, вы может откажетесь. То есть, вот здесь как будто бы хотел сказать, что твой ум, он является в данном случае твоим врагом, поэтому здесь надо, вот она, дуальность проходит, у Верховной Жрицы она тоже дуальная. Здесь нужно совершить выбор. Опять-таки, Королева Кубков тоже нам говорит про интуицию, про чувственность, про то, что, про эмоции, про принятие. Шестерка Кубков, доверие. то есть, карта и Таро дублирует то, что было в Оракульной, да, то есть, и по Жезлов, включить интересы, сшагнуть, любопытство. Ну, почему вы не идете туда? Вот куда-то вас зовут, а вы не идете. Почему вы не идете? Кольцо Фортуны, вы боитесь потерпеть неудачу. Вы боитесь потерпеть неудачу, что вы как будто бы, вы хотите контролировать, да, понимаете, вот этот ум, он вам мешает, то, что тут выпадало. Вы хотите контролировать, а там этого контроля нет, Верховная Жрица. Она говорит, там только доверие. Либо ты доверяешь, и ты это получаешь, либо тебе там не место, там, туда, куда вас зовут, это какой-то, вот знаете, такой мистический процесс, некой такой инициации, куда допускают не всех, туда идут избранные. То есть информацию оттуда получат только те, кто готовы, те, кто понимает, она не для всех. И вот это вот отсеивание, да, не для всех, оно происходит как раз таки по той причине, что если это действительно, ну вот ваше, вы туда пойдете так или иначе. То есть вот этот вот внутренний змей-искуситель, он как червячок, он будет внутри вас, он вас не оставит в покое, пока вы не пойдете туда, за эту завесу, куда нужно. Понимаете? Вы не идете, вы хотите контролировать. А почему вы хотите все время контролировать? потому что здесь какая-то тяжесть есть. Не знаю, потому что, наверное, вы постоянно привыкли как-то действовать, постоянно привыкли двигаться, когда есть какая-то остановка, либо когда за вас кто-то выбирает, вы чувствуете вот как будто вы свою какую-то немощность, что ли, беспомощность. Вы себя не чувствуете, не ощущаете, да, и вот по двойке жезлов впадаете в какой-то выбор, вы потом не понимаете, вот, да. То есть когда за вас кто-то решает, вы, ну, вам некомфортно, вы себя не ощущаете живым. Да, здесь интересный момент, я даже не могу вам как-то подсказать в контексте того, что, ну, а надо вам туда шагать или нет. Во-первых, постановка вопроса надо-не надо, это чисто субъективно, и каждый человек сам должен понять, надо ему это или нет, исходя из той информации, которую я сказала. Ну, вот, а какой риск, если вы туда пойдете, вот за эту завесу, туда, куда вас зовут? Ну, вот двойка кубков, есть ваш риск. Баланс, то есть, опять-таки, видите, дуальность. Интересно, карты подсказывают, им не говорят конкретно, то есть, риск в чем? Риск либо в том, что ты выиграешь, и ты получишь любовь, ты получишь вот этот вот источник, который подпитывает, да, то есть ту, ту материю, которая окутывает твою душу, и происходит вот это вот слияние духовного и материального, с одной стороны, либо ты наоборот получишь разрушение своей гармонии, разрушение, вот, хотела вытащить еще один аркал, посмотрите, вот она вам альтернативная двойка кубков, да, тоже двойка кубков. Вот не показывает, понимаете, когда информация не должна быть озвучена, как бы ты не хотел хитрить, ну, то есть, ну, не получится, я не могу быть хитрее тех карт, то есть, я их специально не вытаскиваю, они сами выходят, здесь так интересно, то есть, либо идет здесь разрушение вашего баланса и гармонию вы получите, что опять-таки не совсем понятно, это хорошо или нет, да, то есть, если ваш баланс разрушается во имя чего-то хорошего, лучшего, качественного, то пускай он будет разрушен, а если баланс разрушается во имя чего-то такого не очень качества дисгармонии дисбаланса конечно вы не будете рисковать этим ну здесь вам не говорят видите то есть вы здесь иди кого-то вы действительно какой-то формат инициации проходит когда вы должны самостоятельно по собственной воле что-то выбрать я не могу на вас никак повлиять потому что здесь свобода воли она почему-то важно и если бы вы это не осознавали вы бы долго здесь не не колебались потому что здесь вот какое-то смятение и оно вроде бы с одной стороны у вас не как она говорится не спроста то есть вы что-то чувствуете но с другой стороны ну вот здесь вы по собственной воле должны определиться здесь никто не имеет права на вас повлиять понимаете, поэтому что бы я сейчас не сказала это вас ну как-то вот будет влиять на вас либо в одну сторону либо в другую, а поскольку я не знаю здесь что для вас хорошо здесь только знаете как для избранных вот избранные услышат, поймут, неизбранные не поймут вот здесь как-то на это что-то надеется то есть здесь какой-то договор вот с этим эгрегором, он идет либо вот с предками вашими, не знаю, называйте как хотите то есть вы как будто бы во что-то должны вступить добровольно по собственному желанию но здесь вот как будто вас все время периодически искушают вам периодически это показывают что и как повлиять даже этот эгрегор эти силы на вас не могут нету такого права но не запрещено вам показывать что вы можете получить как-то вот в каких-то моментах могут даже как-то и приукрашивать эти вещи и при этом умалчивать о каких-то рисках и вот здесь ваша душа должна сама выбрать какой путь она берет светлый, темный не знаю, добро, зло ну вот эту вот дуальность, в которой мы проживаем интересно скорее всего в данном случае я сегодня как змеи-искуситель для вас являюсь то есть вроде бы что-то говорю но при этом что-то конкретного не говорю но я не могу по-другому сказать такое ощущение, что вот вам информация и не нужно знать более того, что я сказала выбирайте из как-то вот, я не знаю вы как будто покупаете кота в мешке вот как выберете, так и выберете пеняйте потом на себя вот что-то такое мне хотят сказать вот такой вышел расклад не знаю, насколько он вам был интересен об этом вы мне напишите в комментариях я благодарю Елену за идею расклада извиняюсь, что не рассмотрела в контексте рода но из того, что могу, умею и исходя из своего какого-то мировоззрения я подстраиваю расклады под себя вот, а я с вами прощаюсь до среды и в среду выйдет расклад с прогнозом на весну не знаю, смотрите ли вы прогнозы или нет я в принципе везде их поубирала оставила вот прям такие только на времена года и вот даже не знаю, а надо ли нужны ли они или нет но это будет в среду вот, и можете до среды посмотреть мой прогноз на зиму на две позиции у кого что там отыгралось кто что выбирал для того, чтобы понять вот подходит вам прогнозы на весну или нет а я с вами прощаюсь до среды всего вам самого наилучшего всем пока-пока пока-пока-пока-пока-пока